Привет всем! Меня зовут Наташа и вы на канале Замуж в Индии. Я с мужем и сыном прилетели из штата Махараштра в Карнатаку, на родину мужа. Нас пригласил богатый дядя Парама на новоселье. Почти 10 лет он не общался с моим мужем из-за меня. Он был категорически против нашего союза. Его племянник должен был жениться только на девушке из их кастов. Про их касту, кстати, мы поговорим немножечко позже. Так вот, спустя много лет дядя проявил желание сам пойти на примирение. Но все пошло не так, как я себе представляла. Так вот, мы уже на месте в его роскошном доме, но сам хозяин еще не пришел. Вы представляете, дядя сейчас где-то в деревне и приедет через два часа. Знаете, мне так хотелось, чтобы уже первым делом с ним поздороваться. И все, и уже расслабиться. Ну, это удовольствие растягивается. Если еще два часа, я буду в напряжении. Но ничего, ну ничего, как-нибудь. Так, сколько тут? Всего три этажа, ребята. Сейчас мы спускаемся вниз. Еще комнаты не все обставлены. Но вот можем наблюдать красивую лестницу, украшенную цветами, гирляндами из цветов. Парам приглашают посмотреть, как рисуют ранголи. Украшения на полу. То есть, как у нас постилают красным ковром дорогу. А здесь ранголи. Для всех гостей. Чтобы гости проходили вовнутрь через эти красивые ранголи. Вот, смотрите, здесь. Подри аккуратно, сыночка. Смотри, чтобы ты не повредил. Вот, мои дорогие зрители, вы сейчас видите, как тетя Парама рисует перед входом в дом ранголи. Подарок мы, кстати, еще не вручили. Парам все время. А подарок? Когда подарок? Я говорю, да давай уже, когда дядя придет. Дядя вручим. Хотя тоже, с другой стороны, и неудобно. Знаете, хотелось бы сразу вручить. Чтобы все обитатели этого дома поняли, что мы приехали сюда не с пустыми руками, а с действительно дорогим, достойным подарком. Ну, к нам и так. Сейчас, надо сказать, хорошо очень отнеслись. Особенно вот этот вот брат твой родный постоянно проводит время с нами. Общается, помогает. Ну, очень приятно. То есть, я же не все снимала. Сразу же, как мы зашли, предложили нам в очрум, то есть, санузел посетить, умыться, освежиться и так далее. Потом накормили. Так, сынок, очень аккуратно, пожалуйста. А мне так неудобно в этом платье ходить. Оно длинное, особенно по ступенькам. Что значит, не привыкла. Индианки, ловко, раз-раз. Так, а это кухня, огромная кухня. Ребята. Я пока, знаете, так не наглею. О, а это алтарь. Интересно, тут свет, лайт. Говорю, включи свет, чтобы... О, какая красота. Представляете? То есть, целую комнату создать для божеств. Вот это вот всё здесь, как, знаете, как маленький храм. Ну, то есть, явно видно, что здесь ещё не обжились. Эти коробки стоят много, таких коробок я по всему дому вешу. Холодильник или ещё что-то. Совсем недавно только сюда вселились. Главное, алтарь уже сделали. А? Да, да, вот то, о чём я говорю, мне сейчас по рамам подсказывает, что если нет там даже спальни, нет там туалета, но в первую очередь должен быть этот темпо, ну, алтарь. Ну, вот я обращаю внимание на красивые двери, качественные. То, что уже как бы не будет меняться. Видно, что такое всё добротное. У нас появилась возможность прогуляться пешочком по этому району. Кстати, здесь мало транспорта. Идём с всей компанией встречать божество. Впереди тётя и эти женщины её родственницы. По рамам их не очень знает, то есть это, получается, по её линии. Не по линии дяди. Видите, все женщины в саре. Цветами украсили себе прически. Так они ещё, представьте, идут босиком по такому не очень приятному асфальту. Но нам, слава богу, разрешили идти в обуви. Я терпеть не могу ходить босиком. Можно и ноги поранить. А я просто на руках поезжаю. Да, Ля Артур говорит, если бы заставили босиком, он бы залез бы к папе на ручки. Но я ж бы-то не залезла. Меня парам не выдержит. Парам меня не выдержит. Парам меня однажды уронил. Но это уже после того, как я поправилась. Слушайте, я не знаю, как комментировать. Потом расспрошу парама и, возможно, озвучу. В общем, вот эти вот ребята приехали и привезли божество. И что сейчас будет происходить? Одному божеству известно. Так, и вот здесь вот поблизости мы находимся с храмом. Я так понимаю, что... В общем, парам говорит, сейчас будет сюрприз. Так что, ребята, сейчас будет что-то суперинтересное. Слушайте, еще такой неприятный момент. Вот дядя, вот он уже здесь. И он как будто бы нас не замечает. То есть парам говорит, что он один какой-то момент посмотрел на него и махнул рукой, мол. Ну и парам мне, говорит, не расстраивайся. Говорит, он очень занят сейчас. Типа ему сейчас не до обнимашек, не до целовашек. Боже, а я уже, знаете, была готова из такая традиция, ну как бы, показать свое почтение, уважение взрослому мужчине, поклониться и дотронуться до ступней. Я даже думала, что я это сделаю. Представьте себе. Ну сейчас уже все, нет. Сейчас уже точно ничего такого делать не буду. Конечно же. Он даже, конечно, не будешь. Он даже привет не сказал. Да, Артур говорит, что он не заслужил. Что должно произойти? А, поджигает? А, поджигает? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие зрители, вы знаете, что я уже много лет живу в Индии, в Махараште, мы часто с мужем ходим в храмы индуистские, я была свидетелем многих ритуалов, казалось меня уже ничем не удивить, да, я поняла, надо чаще прилетать на родину мужа. Только здесь, друзья, на новоселье привозят из храма новый дом богов. Дядя Парама из касты Куруба очень традиционный, религиозный, чтобы в доме 100% было счастья, заказал доставку аж трех богов. Ну, видите, а он в наших странах запустил котейку в дом и все в порядке. Да, так вот, на грузовичке из фамильного храма 300 километров было доставлено три бога плюс священнослужители. Боги самые почитаемые гости на этом празднике. Их угощают, им поют песни. Сутки это продолжается, потом боги довольные возвращаются к себе домой в храм. Так, вот, ребята, только хотела показать дяде, он куда-то убежал. Уже очень он деловой. Вот зато тетю сейчас удалось хорошо вам показать, заснять. Кстати, у нее очень светлая кожа. Вы видите, на балконах стоят люди, фотографируют многие. Многие просто смотрят такую процессию. И вот этих вот божеств сейчас принесут в дом к дяде. И там будет что-то еще более интересное, как сказал Парам. Парам идет аж светиться. Все-таки я, ну, явно далека от этой религии. Потому что мне это все не кажется таким интересным. Ой, спасибо. Сестра твою родная меня схватила за руку, чтобы я под машину не попала. Очень милая девочка. Это для нее мы подарок купили. Там три сестры. У Парама есть еще один дядя, который очень, ну, очень небогатый, очень просто живет. И у него четверо детей. Три девочки. Ему так хотелось мальчика. Даже получались девочки. Ну, слава богу, четвертым мальчик вышел. Тот, который сейчас играл на барабане. Он и сейчас играет в синей рубашке. Подходим к дому. Видите, какой он красивый. Вечером включили гирлянды. Значит, трехэтажный дом. Имеется в виду вообще по факту четыре этажа. То есть внизу это парковка. То есть в Индии называется нижний этаж как краунфлор. Как подземный этаж. Но по факту там... Вот, кстати, дядя. Вот дядя в голубой рубашке. Так вот, внизу половина парковки, половина тоже там как квартира. Каждый этаж это, считай, квартира. То есть получается четыре квартиры. Боже, я сейчас упаду. Вот дядя. КОНЕЦ КОНЕЦ Марам тоже снимает КОНЕЦ Скажите что-нибудь на канал YouTube Я ютубер Меня зовут Наташа Артур Я тут с ребятами познакомилась Они наши родители? Да, да Он мой муж Парам говорит здесь готовят десерт Кстати, вот это вот тоже очередной дядя Парама самый младший Чакфрут Бананы И кокосовая стружка Мои дорогие зрители, я уверена, что вы почувствовали небольшой сарказм в моем рассказе Да, я скептик Хоть и отношусь с большим уважением к религии мужа Для меня все происходящее скорее таинственное, захватывающее театральное представление Ребята, думаю, что большинство из вас такого же мнения Но, друзья, то, что я увидела на следующий день Полностью перевернуло мое мировоззрение и повергло в шок Кажется, я поверила в мистику Но не зря же говорят, что Куруба, Каста, Колдунов Но это в следующем выпуске А пока вернемся к дяде Вот уже пришло время ужина Как я говорила ранее По очереди здесь не так много места Людей гораздо больше Вот видите, мы поднялись А свободных мест нет Так что будем ждать Когда наедятся Мы быстренько поедим Минут за 5-10 И освободим место следующим То есть то, о чем я говорила Как бы тут нет такого, чтобы посидеть Поболтать там Посмотреть какой-нибудь видосик Здесь такого нет Надо бегом, бегом И видите, по традиции едят С банановых листьев А здесь мы видим, как мужчины Подносят добавочку В этом ведерке рис Дальше Дальше вот это подлива Нет, это какая-то уже другая подлива В общем, наподобие самбара Ну и, собственно, почти все Ага, вот еще и рис с овощами Видите, Парам какой заботливый Говорит, ложку, ложку моей жене Не, не получится Нет? Я не хочу так Надо было мне туни отдавать Парам попросил еще раз показать его Двоюродного брата Самого-самого младшего Младшего Сколько лет ты? 16 лет 16 лет И причем Парам говорит, что он вообще не хотел приходить на это мероприятие Когда узнал, что мы будем Передумал Теперь, видите, мы сидим, кушаем А там уже люди собрались, ждут свои очереди Так что меньше снимаем Быстрее едим, чтобы люди с голоду не померли Вот, кстати, угощение Я тогда не все вам показала Вот каша какая-то сладкая, чатни Вот это вот очень вкусный салат Ну, в принципе, ребята, все очень вкусное Хоть и на вид не сильно аппетитное Но поверьте мне на слово Так, ну, вы видите сейчас Кстати, это снимал Парам на новый телефон Видите, как меня и Артура тепло принимают Родственники, порой даже слишком тепло Вот тети, я их уже давно знаю Еще какие-то люди Я успела даже расслабиться Почувствовать себя в своей тарелке Вы тоже, наверное, думаете, как все классно Но вот стоило Параму отлучиться, как произошел очень неприятный момент Я сижу себе Никого не трогаю Залетает дядя Напомню, он со мной и с Артуром так и не поздоровался Так вот, залетает Устремляет свой взгляд офицера на меня И приказывает, по-другому не скажешь Приказывает своим поставленным голосом мне встать Я встаю машинально Что-то он еще там потом говорил Не на английском, а потом более спокойно Мол, все, садись И удаляется Ну, у меня в этот момент, как минимум, отвисла челюсть Хорошо, что родственник, двоюродный брат Парама Рядом сидел и объяснил Что, оказывается, я неправильно сидела В доме, где гостят почетные боги Сидеть нога за ногу ни в коем случае нельзя Но, ей-богу, я четко видела, как другие родственники Сидели даже с пяткой под копой Но, почему-то, замечание досталось мне Мой папа, сестра Поэтому, что жены и все Артуру повезло, с бога ду не помрет, видите, вот этого женщина, тетя Парама кормит Артура земляным орехом, арахисом и вот этого тоже тетя вкусно артур какая заботливая не то что дядька даже даже не посмотрел на нас еще а только хорошо что хоть не побил мы его напугали тоже постоянно обсуждаем дядя офицер строгих правил так что артур уже был настроен даже на то что он побьет что он не получил палкой под зад и уже радуется тетя молодец знает как надо ходить на мероприятие в индии с едой и бананчиков прихватила артура уже орешками накормил бери-бери ешь какие-то баклажки пустые ну давай артур чего-то ему неудобно характеристика дяди была более полная и объективная надо рассказать что он герой до однажды спас молодую девушку на нее напала трое поэтому спас от верной гибели и сумел даже задержать одного из этих подонков за что был награжден медалью в общем наш дядя герой характером ребята это невыносимо уже 12 часов почти это мероприятие до сих пор не закончилась видите артур уснул спасибо нам сказать выделили выделили комнату но но это не то что нам выделили здесь видите вещи лежат то есть многие сюда заходят переодеваются берут к свои вещи и обратно приносит заходят в туалет короче проходной двор я сейчас пока никого нет взяла телефон чтобы вам снять показать ну вот только что кто-то заглянул то здесь спать невозможно во всяком случае мне точно здесь не важно можно спать и я не могу переодеться все еще в этом нарядном платье которое уже все у меня колется чешется вот и парам сказал что когда мероприятие закончится сюда придут женщины то есть здесь будет и на полу и на кровати спать очень много людей то есть тоже так найти мне не сильно привлекает такой вариант доверя естественно не могу закрыть это сверх наглости будет короче жду жду когда парам придет слава богу что нормально отнеслись к тому что я не присутствую на всем этом мероприятии что эти бесконечные пуджи вот к тому нормально отнестись когда закончится парам придет я буду просить чтобы нашел что-то здесь поблизости может какую-то гостиницу котик котик тоже видите в одежде спит но это не годится на нас еще завтра куча мероприятия я не высплюсь я сейчас найти в таком возрасте что мне нужно высыпаться иначе я буду ужасно себя чувствовать и выглядеть тоже музычку слышите как будто бы по голове эти барабаны пол двенадцатого ой я аж повеселела ребята мы сейчас находимся в гостинице но немножечко неудобно получилось но вот как как бы вы на моем месте поступили то есть парам говорит что его родственники немного как расстроились то есть получается абсолютно все гости которые были будут ночевать в этом доме но там на полу я показала немного как там будут повсюду везде в коридорах во всех комнатах на кроватях пост как-то так то есть а я получается такая вот принцесса мол мне это не по душе у меня обязательно надо отдельно спать но я точно бы не смогла уснуть я вообще бы не спала я в такой обстановке спать не могу когда надо в одежде артур иди умойся иди чуть-чуть разбуркайся артур уже почти выспался давай иди умывайся раздевайся и будем спать пол первого ночи подписывайтесь на наш канал впереди вас ждет еще много всего интересного а и Продолжение следует...